Барсилс – тюркский народ Барсилы, Барсилц – греческий, Барсилт – древнетюркский Берсил или Барсил, Барсил – старая тибетская, Парсиль – была полукочевой евразийской племя тюркской языковой принадлежности. Барсилс можно отождествить с Баграсиком. Барсилы включены в список степных людей, живущих к северу от Дербенда, в позднеантичной сирийской компиляции Захария Риттера, а также упоминаются в документах второй половины шестой века в связи с миграцией евразийских авар на запад. Когда прибыли аварцы, по словам Феофилакта Симакаты, Барсилты, Барсилианцы, Анагоры и Сабиры были поражены ужасом и почтили пришельцы в блестящими дарами. Недавно сингапургский ученый Ян Шао Юн также идентифицирует Барсилы Стия или Калена Байкси. Бойси были упомянуты просто как Си в энциклопедии Тонг Диан конца 8 века как обособленная группа Сюнну, которые жили недалеко от тунгусского народа Мохэ на бывших землях Синбэй к северу от Хуанхэ. Бойси мог выставить более 10 тысяч солдат, их обычаи несколько напоминали обычаи гек-тюрков, а лидерами Бойси были титульные иркины, вассалы восточно-тюркского Кагана. Ксиоли однако позже Бойси отправил своих иркинов в Китай в середине правления императора Тецзунатанского, тильда 636 год нашей эры, в качестве жеста подчинения. Намного позже хроника XIV века история Ляос связала Бойси с монгольским Кумаси в Чунцине. Восьмого века старый тибетский список, написанный пять тибетских исследователей, возможно, упоминается Кумокси и Байкси вместе, как он Дззы, Хевляоша. Темене, тот же источник тибетского отличал и Дззы из Парсили и включал Барсилы в 12 тюркских племенах правили Капаганам-Каганам. Зуев, 2002, также указал, что китайские записи о западно-тюркском Каганате около 630 упоминается племя под названием Леопард-Хан-Барскан-Мант. Басайган, во главе с Настроешпа, Ра, Эркен, член пяти лидеров Нушиби правые племена. В армянской географии VII века Барсилы описаны как живущие на острове, отличном от булгарых азары находящимся в противоречии с обоими народами. Кроме того, он описывает их как владельцев больших статовец, что подтверждает мнение о том, что они хотя бы частично вели кочевой образ жизни. Михаил Артамонов предположил, что Барсилия была расположена в северном Дагестане, но последующие ученые оспорили эту теорию, поскольку оседло местное население соответствующего периода и региона. По-видимому, по большей части оседало в постоянных городах-крепостях. Некоторые археологи полагают, что Барсил жили недалеко от дельты Волги, что объясняет упоминание их армянами как островитян. Это подтверждается заявлением Феофана о том, что густонаселенный хазарский народ вышел из глубин Берсилия в сарматической приима. Если они действительно жили в низовьях Волги, то почти наверняка были завоеваны хазарами. Часть столицы Атиль находилась в том же регионе с середины 8 века. В конце концов, по крайней мере, часть барсильского народа поселилась в Волжской Булгарии. В 10 веке Ибн Рустах сообщил, что тремя народами Волжской Булгарии были Берсула, Эссигель и Булгар. Впоследствии барсилы, вероятно, были ассимилированы Волжскими Булгарами. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.